Звон мечей и доспехов, как в старое доброе средневековье. Оп-оп-оп, вот мы практически у линии огня, что называется. Но эта битва не за сердце дамы, хотя бы потому, что в латах сами дамы, а за победный пьедестал. Наресталище рыцари 21 века. И бьются они, если не до первой крови, то до седьмого пота, точно. На поле сибирские бойцы против сборной из Польши, Норвегии и Дании. В смешанной команде Скарлетт Баке единственная девушка с родины викингов. Первый бой провела в апреле. Спортсменка бодибилдинга в прошлом признается, в искусстве ведения средневекового поединка ей еще предстоит многому научиться. Наши противники были русскими, а все боятся русских. Но все прошло удачно. Думаю, что рыцарская дуэль все же сложнее. Это выматывает тебя быстрее, потому что каждую секунду ты напряжен до предела. В командном бою ты стараешься продержаться как можно дольше. Стараешься увернуться от своих противников. Иначе склопочешь по голове или другим частям тела мечом или двуручным топором. Ощущения, делятся спортсмены, не из приятных. Несмотря на то, что по правилам турнира оружие тупое, с размашистого удара след на теле оставят. Условно убитым считается тот, кто коснулся коленом, спиной или щитом земли, а то и вовсе оказался за ограждением ресталища. Искра! 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 На ресталище проходит женский поединок 5 на 5. На соседнее поле боя выходят воины мужского пола. Согласно правилам, за попадание участникам ставят очки. На втором ресталище с преимуществом в 5 очков побеждает Артем Дуденко-Федоров. Чтобы заработать максимальное количество, необходимо быть быстрым, ловким и выносливым. Ведь исторический средневековый бой – это сражение полноконтактное. На ресталище разрешены не только ударные, но и борцовские приемы. То есть это как ММА, только с оружием и несколько более техничные. Люди, которые успешно выступают, зачастую тренируются по 4-5 раз в неделю. Я сейчас тренировался всего в среднем 3, поэтому противник молодец. Помериться силой приехали спортсмены из 21 страны. Среди них Англия, Дания, Франция, США, Китай и Республика Беларусь. Но вот играют роль они совсем не своих национальных героев. Свейцарская пехота, скажем так, это бренд. Свейцарские кантоны, она была очень востребована, она была очень популярна. В первую очередь очень эффективна, особенно своими работами с двуручным оружием древковым. Это копья, это алебарды. В этом бою в ход тоже идут копья и мечи, это раннее средневековье. Постепенно тонущая римская империя сражается с германскими варварами. Сейчас я попробую примерить форму римского воина первого-второго века нашей эры и надеваю кольчугу морика хамата. Руки бросаем в прорезь и по бокам. Тяжеловато. Мне сказали, что она весит 10 килограммов. А что это за мечер, скажите? Это гладиус, называется тип помпей. Помпейский тип, найден помпей. Примерно 120-й год, примерно. 120-й год нашей эры. Это точная копия? Да, это точная копия. Оригинал был выглядел по-другому. Если честно, в таком обмундировании я биться бы не смогла. Я могу только немножко пройтись в этом, потому что это довольно тяжело. Спортсмены признаются, иногда в таких доспехах приходится проводить по 6 часов. Но служба легионера и опасна, и трудна. Не менее, чем жизнь викинга. Из скандинавских сказаний Исаак мир знает, что мореплаватели определили целую эпоху. Впрочем, представления о северных войнах за несколько столетий успели порасти мифами. Один из них, говорят участники фестиваля, о рогатом скандинавском шлеме. Он был самый обыкновенный, а иногда и вовсе отсутствовал. На мне одежда, грубо говоря, бедного, такого небогатого воина. Это шерстяная рубаха, льняная рубаха под ней, шерстяные штаны. Обмотки это уже, ну, тоже как бы, когда грязь, все такое, ботинки. Вот, и ремень с прягой. Вас по сути ничего не защищает, то есть у вас нет ни доспехов, ничего? Да, потому что, ну, как я, простой воин, грубо говоря, максимум перчатки, шлем. Тоже в то время это было роскошью, мы просто носим шлема, потому что это обязательная защита для нас. Поэтому исторический средневековый бой считается едва ли не самым безопасным спортом. Он появился в начале века в России, Белоруссии и на Украине. И даже если до сих пор не признан официальным видом спорта, заполучил признание бойцов во всем мире. В 2009 году появилась Международная ассоциация, чуть позже своеобразный чемпионат мира, Битва наций. Мы все очень много тренируемся, у нас очень интенсивные тренировки. И мне это очень нравится. Кроме этого, у нас настоящая команда, в которой каждый много работает. И мне кажется, это отличный спорт для внутреннего роста. Ведь средневековый бой – это не только спорт, но еще и наглядный урок истории. Вот на ресталище викинги против солдат Южной Руси. Бойцы Чернигова и Киева говорят, в истории поединок славян со скандинавами был вряд ли. Куда вероятней конфликт с кочевыми племенами. Южно-русский шлем с четким кочевым влиянием. Это лицо, закрытое бармицей, но без всякого наносника или защиты лица, чтобы сохранять обзор. Это нужно для того, чтобы стрелять с коня из лука более удобно. Ну и в целом для русских шлемов не характерны такие украшения. И сама конструкция шлема тоже не характерна для славян. Но при этом этот шлем нашли на территории славян, то есть он использовался каким-то дружинником. Кубок «Динамо» насчитывает 14-летнюю историю. Сначала бои проходили только один на один. Со временем чемпионат превратился в настоящий фестиваль средневековья. Здесь можно не только поболеть за рыцарей, но также узнать о быте и культуре народов Европы и Азии. Небольшая музыкальная пауза, и спортсменов вызывают на ресталище. И снова на поле боя полный контакт с соперником и с историей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова